а x95 дебе с возможностью вроде бы как проигрывать blu-ray диски со и бдмв и вроде бы как он должен работать с бюро и диск меню на процессоре i'm logic s905 x3 b на канале технозон поехали слушайте сижу смотрю на его цену цена достаточно вроде низкая 41 бакс на момент съемки видео цена может меняться есть у нас версия на 64 48 баксов на 128 гигабайт 55 баксов и вроде бы все хорошо давайте почитаем что нам здесь а вот смотрите поддержка dolby blu-ray бдмв iso во как во как поняли но сразу же сказано что здесь сотка у нас laner g45 это плохо есть 5 гигерц вайфай будем проверять насколько он там хорош да опять же заявляется bdmv blu-ray диски со hdr 10 плюс заявляются и dolby аудио знаете что здесь они заявляют еще google app for android да там действительно голос уже встроен в приставке с любой аэромышью вы можете взять и у вас будет работать голос а тв все это работает вот для чего они dolby disney у них dolby digital работает и вот написано i'm logic s905 x3 b это который с поддержкой dolby аудио для стриминговых сервисов некоторых и есть у него оптический dolby аудио декодер но непонятно стерео либо 51 то что dolby аудио мы подтверждаем и форматы видео которые он читает вот bdmv bd iso mini bd bd9 bd25 rbd то есть дополнительных форматов которые в принципе я мог бы сейчас на это смотреть именно из преимуществ но давайте разбираться что это за приставочка ссылка на проверенного продавца лежит в описании под видео но мы уже берем саму приставку смотрим форм-фактор форм-фактор достаточно необычный очень похоже на me cool m8s про серию которые у них были вот такие узнаете типа с dvb s2 sdvb t2 то есть корпус примерно такой же по размеру сзади у нас есть диффузор охлаждения есть даже кнопка включения выключения питания есть у нас разъем питания hdmi lanagy 45 на соточку как я уже говорил юсб 220 есть аудио-видео выход оптический выход спидев есть юсб 30 разъем разъем для тф карт больше у нас на боках ничего нет спереди никакой индикации у нас нет кроме каких-то диодных индикаторов которые показывают питание подключенность к сети и все и больше ничего тоже ну вот вот так вот есть как есть из комплектации знаете я сидел думал вот если эта приставка поддерживает bdmv то скорее всего там пульт какой-то расширенный нет самый обыкновенный пульт самый-самый дешманский обыкновенный пульт лана вернее кабель hdmi и вот такой вот блок питания на 5 вольт 2 ампера что у нас еще в принципе данная приставка может давайте обговорим с вами плюсы и минусы из плюсов действительно она читает bd iso и bdmv но я вам скажу так когда я получил она должна была получить апдейт то есть пришло пришло уведомление об апдейте я пробовал blu-ray диск меню blu-ray диск меню вылазила вылазила но им управлять было нельзя то есть абсолютно то есть я мышкой что она пытаюсь сделать не мышка самим пультом пытаюсь что-то сделать и ничего у нас не срабатывало потом прилетает обнова и убрали поддержку blu-ray диск меню то есть blu-ray диск меню не появляется начинается проигрывание просто вы нажимаете на папку с blu-ray диском начинается проигрывание фильма в каком-то нативном плеере с dolby digital либо с dts все это нормально и у нас начинает проигрывать и проигрывает в этом плеере с поддержкой выбора дорожки с поддержкой выбора субтитров то есть вот в таком зайти то называется light bt меню да кстати то вот если в зиду выбирать проигрывать blu-ray диск меню либо проигрывать light версию с bd меню вот это вот именно light версия бд меню с возможностью выбора аудиотреков и дорожек плюс там есть возможность менять соотношение сторон растягивать короче это работает это работает но если мы сразу заговорили о dolby аудио то у нас dolby аудио выводит и атмос мы уже мы дальше вам покажем пример того что это действительно так то есть он поддерживает dolby digital поддерживает dts dts в режиме под постру и поддерживает dolby атмос тоже в режиме постру есть у нее dolby аудио декодер для стриминговых сервисов которые его поддерживают но в принципе только пока что дисней здесь поддерживает dolby аудио декодер который в него встроен потом она греется нагреется до 77 78 градусов тротли до 16 гигагерца я вам скажу да тротлинг есть до 16 гигагерца но он не критичен то есть все свои функции она из выполняет я вам тоже покажу тротлинг тест но я вам тоже скажу со своей стороны охлаждать необходимо вроде бы выпустили неплохой продукт с неплохим лончером с неплохими возможностями но охлаждать нужно а вот чего я не ожидал ты когда то что последняя версия тор серво у меня здесь не заработала сам сервер заработал сама по себе оболочка тор серво не заработала потому что она пыталась запустить здесь каналы android tv и действительно приставка идентифицируется как android tv платформа но по сути я в не является таковой то здесь урезанный play market как у android tv а сама по себе платформа является ну на чистом андроиде то есть ну вот есть как есть поэтому мне пришлось понижать версию вплоть до тор серв 172 1172 по моему да и после этого у меня заработал тор серв и заработали торренты онлайн кстати торренты мы тоже спокойно проигрывали с перемоткой у нас вопросов никаких не было что порадовало вай-фай модуль 5 гигагерц как сумасшедший лупит на м м м а у роутерах больше 300 мегабит а 2 и 4 даже на самых простой тенге и си 10 показывал около 100 мегабит она имью и моему показывал больше 200 это тоже есть я вам тоже это покажу мне конечно же не нравится сыровата прошивка исходе были выбросы то есть меня выбрасывала исходе не нравится что при проигрывании вот этих вот blu-ray диск и со и меню вне blu-ray диск и свой день и bdmv файлов у меня иногда отваливался пульт только на них это тоже есть ну говорю опять же как есть но справедливости ради тоже могу сказать что есть root права которые дают здесь авто фрейм рейд через утилиту of rd то есть вы сможете смотреть фильмы правильно с правильным с правильной частотой в этом тоже ее плюс как бы знаете здесь есть какие-то минусы но их можно доработать я думаю что учитывая стоимость ниже 50 долларов очень быстро очень быстро рома дерома делая доработать данную приставку я думаю что будет отличные прошивки на нее у нее есть действительно какие-то заделы на текущий момент я не скажу что это мега топ супер приставка нет у нее есть действительно реальные проблемы но немножечко приложив усилий немножечко поработав мы получим действительно неплохой аппарат на процессоре с dolby аудио что ж подписываемся нажимаем колокольчик чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры сейчас мы с вами переходим к самому обзору возможностей настроек и всего остального ну а я говорю вам хабабанга ребята это же мы были гум поехали какой красивый интерфейс я вот говорю честно мне очень сильно понравилось то есть я его оцениваю уже второй день и интерфейс он минималистичен быстро и действительно красив смотри как переливаются плитки то есть раз на поставили она переливается при этом вот эти вот плиточки кастомизируем и если мы нажмем здесь субменю то мы можем с вами выбрать другую плитку другое значение для данной плитки например дисней мы можем заменить на cpu монитор который мы сразу же запустим приставка сейчас специально стояла у нас около двух часов при при температуре текущей комнаты в простое это 65 градусов следим за температурой все вот вы увидите что все так как я рассказывал сразу бросается в глаза файл менеджер биди мв и биди с исо то есть вроде бы как заявляются что могут проигрывать blu-ray диски ну не знаю насколько меню может работать сейчас будем тоже проверять для начала пройдемся по настройкам есть у нас здесь что-нибудь либо нет ну с интернетом проблем нет с аккаунтом добавлением тоже нет в настройках устройства не появилось ничего нового если мы зайдем об устройстве видим а 90 вернее а x95 версия android 9 в принципе больше ничего здесь для нас интересно вообще нет единственное что в разделе звук вам придется выбрать формат и вот у нас здесь вынесено звук 1 и звук 2 и в звук 1 и звук 2 нам необходимо будет выбрать мэньюал почему потому что без включения этих форматов вручную ничего не работает дальше вот кстати сейчас сразу же я вам показываю что здесь работает и dolby atmos и dolby digital и dts dolby digital плюс и дтс работают режиме постру что самое интересное звук 1 это тоже у нас точно такое же меню только немножечко другое в разделе дисплей мы с вами видим поддержку вроде бы как dolby vision dolby vision и здесь нет screen position hdr полностью рабочий кстати обновление системы мы видим дело в том что я как только получил мы сразу же получили обнову вы тоже это все видите сейчас фотографию то есть было обновление и эта штука обновилась ваида 64 мы видим а xdb им logic 4 на 64 у меня подключен еще жесткий диск центральный процессор это арм cortex а 55 4 ядра по 1 и 9 г герц это а им logic с 905 x 3 б вот так вот он называется вроде бы как с проигрыванием blu-ray и это 4 ядра по 1 и 9 г герц за отображение отвечает все тот же mali g31 температура в cpu монитор соответствует показаниям датчика поэтому мы на него можем опираться и вам могу сказать сразу что здесь урезанный маркет как на android tv то есть здесь не полноценный play market поэтому тоже на это должны обращать внимание а вот по сетевым возможностям laner g45 откровенно говоря расстроил могли бы поставить гигабитный lan но здесь всего лишь соточка при при том что честная сотка но для такого таких возможностей как они заявляются нужен был бы конечно гигабит сотка и смотрим на температуру мы ничего еще не делали но температурка уже 75 герц тестируем на текущий момент и подключенными к роутеру xiaomi x 3600 и это очень хорошие показатели для 5 гигагерц больше 300 ничего себе вообще дело то что он подключен сейчас к имеем о роутеру вайфай 6 и показывает ну как бы мы показываем его максимальные возможности и он показал 344 на 398 2 и 4 гигагерца мы тоже соответственно тестируем на имеем о роутере на x3600 и получаем ну неплохие результаты почти 180 190 мегабит ребят сейчас перетестирую на простом роутере но это говорит о том что здесь поддерживаться и ммм а то есть здесь есть титуар вайфай и модуль очень неплох то есть 200 мегабит на 24 это нереальные какие-то показатели сейчас будем тестировать на тендо и си 10 на очень дешевеньком роутере 199 на 118 и на простом роутере 2 и 4 без ммм о 2 на 2 тестируем 24 у нас показывают ну вот такие вот что там просел куда-то и выровнялся ну не удивлительно делать слушать он даже на простом роутере показывает какие-то классные результаты 95 97 отлично ребят действительно хороший 24 гигагерц модуль но температура температура уже 75 градусов давайте так мы на сетевых тестах сейчас имеем уже 76 градусов температуру то есть его по ходу нужно будет просто-напросто охлаждать по автофрейм рейту автофрейм рейт у нас работает через демон of rd вот смотрите включился вот права есть за автофрейм рейд большой плюс не шторки не панели навигации здесь нет получить их стандартными методами не удается по типу материал notification почему потому что функция недоступна на этом устройстве нельзя сделать нотификации то есть не поднимается шторка давайте с вами еще будем проверять тротлинг тест потому что без него никуда на тротлинг тест мы будем проверять с вами с очень интересным моментом мы видим что частоты по 1 и 9 гигагерц мы сейчас стартанем пускай будут артефакты а мы даже артефакты нас не будет морочить мы стартанули тротлинг тест и мы видим что сразу приставочка ушла на тротлинг 1 и 8 и посмотрим до скольки она сможет опустить свои частоты но то что она троллит я не сомневаюсь насколько она при этом троллинге может выполнять свои функции мы с вами выясним дали до далее но я вам скажу сразу что если вам нужны ее функции то ее придется однозначно охлаждать это уже факт который есть 17 гигагерц уже показала ребят смотрите какая ситуация 1 и 6 гигагерц есть небольшой тротлинг 0 не небольшое достаточно ощутимый и температура у нас держится 75 остановим как бы у нас график зеленый все нормально тротлинга как такового нет есть у нас ну вернее тротлинг есть до 16 гигагерц до 91 процент своего своей производительности он тротлил максимальная температура 75 градусов но охлаждать нужно это наше вот решение что охлаждать нужно так как они опять же заявляются что у них dolby digital вы видели да dolby audio а x95 никаких white wine cdm здесь нет то есть здесь нет защиты drm здесь l3 и никаких у нас hdcp поэтому ну сугубо вот что они пишут там для себя но никаких лицензий здесь нет из системных мы только посмотрим с вами 3d марк это оценка производительности игровых возможностей давайте посмотрим на результаты результаты 5519 в айсторм экстрим кстати отличные результаты для тв бокса на 905 x 3 и 9714 наним за на айс торманды метод переходим к оценке мультимедийки а вот здесь вот у нас все достаточно интересно почему потому что вот у нас есть файл менеджер бдмв и бдс о начнем именно с них у на у меня закачан на текущий момент есть бюрэй диск это sonic в этом файл браузере если мы нажимаем на вкладку которая содержит блюрей диск то она просто начинает воспроизводить фильм либо вываливается в меню которым не может управлять вот например в случае с соником она просто начала воспроизводить фильм для того чтобы вы не искали то есть все думали что здесь будет полноценная блюрей диск меню но нет есть как есть показываю вот всю правду до воспроизводит с долги digital дан неплохо воспроизводит не тормозит но вот смотрите вроде бы проигрывается должно включить блюрей диск меню но этого тоже не происходит у начнет воспроизводить фильм то есть он просто-напросто прочитал бдмв файл который отвечает за play чтобы вы не искали это все в огромном количестве мелких файлов вот пошло про и воспроизводить фильм мы можем с вами поклацать все нормально кстати знаете что здесь можно здесь можно переключать звуковые дорожки вот если мы выберем аудио треки то есть можно переключать звуковые дорожки перебирать с блюрей диска это его преимущество выходе с этим все понятно давайте сейчас с вами оценим еще мультимедийку другую там тестовые файлы большой в принципе это тоже 50 чем-то гигов и потом я подключу свой другой большой жесткий диск там есть два блюрей диска который мы тоже попытаемся проиграть пробуем проиграть gemini gemini man 4k 60 fps фильм тоже воспроизводится в dolby аудио и 4k 60 fps воспроизводит как бы действительно неплохо ну вот что имеем-то имеем фильм идет я вот только что перемотал 60 в песни фильм все прекрасно давайте выходим с вами температурка 77 градусов принципе он производится тяжелые форматы нам достаточно чтобы он воспроизводил 120 128 fps чем он прекрасно справлялся почему 128 mps потому что битрейт блюрей диска именно 128 mbps максимальный подключаю свой второй жесткий диск целая дилемма с этим розеток как всегда не хватает пробуем зайти жесткий диск подключился пробуем зайти новый том и у меня здесь в торрентах папке торрент закачано два фильма терминатор 2 джаджмент дэй это судный день и плюс еще чего-то вот здесь вот кстати в dts воспроизводит здесь в принципе сейчас мы дойдем до меню но управлять и мы не сможем почему-то вот по какой-то причине непонятной для меня он опять начал воспроизводить фильм где меню это кстати меню у меня пропало после обновления до обновления меню работала но длина не работа она появлялась но не воспроизводила то есть по факту вот еще у меня есть человек-невидимка запускаю он начинает воспроизводить сразу фильм то есть по сути он просто напросто поддерживает bdso и bdmw для того чтобы не искать его в огромном количестве файлов то есть это вот такая фикция у них получилось также у нас заявлена поддержка нетфликса но черного но черного нетфликса а это значит что здесь будет качество ну максимум 576 и потому что у это даже не качество то есть я бы здесь нетфликс не рассматривал вообще как как преимущество потому что качество воспроизведения достаточно низкой 576 пида то есть там такое это даже не hd netflix поэтому его нельзя рассматривать как преимущество по youtube обязательно включаем принудительно 4к потому что он почему-то был на 2к и выведем диагностическое окно по 4к 60fps у меня вопросов нет проигрывает отлично а не судите кстати вот ноги там приколебались кто x1 приставки типа вот у нас youtube дропит ребят youtube проверяется только на youtube а тв сторонние приложения на дропы в сторонних приложениях youtube ориентироваться нельзя потому что вот если у вас дропит youtube а тв тогда да тогда это можно предъявлять претензии к приставке если дропит smart youtube то предъявляйте претензии к smart youtube тв это же не официальный клиент хорошо выходим 4к 60fps youtube работает по и питьеве пробуем сейчас мы запустили с вами от эти плеера у нас загружается плейлист 4к каналами давайте запустили 4к канал love nature 4k 73 градуса 76 градусов при просмотре но при этом он просматривает то есть у нас получается дилемма приставка греется но она не троттлит так ощутимо не троттлит для того чтобы не выполнять свои функции прямые по воспроизведению контента давайте другой канал протестируем кино ультра hd 4k тоже заработал отлично без тормозов без фризов хорошо с iptv данная приставка справляется как и с youtube 4k как и со всем остальным но что она скажет на торренты онлайн а вот торсерф у меня не запускается я могу вам сказать почему потому что торсерф пытается инициализировать каналы а тв а ведь данная приставка у нас работает как а тв именно пытается работать как а тв и вот именно возникает проблема с тем что она выдает ошибку на старте сейчас попробуем с вами записать на флешку более старую версию либо более новую и будем уже пробовать как-то поднимаю выходить из этой ситуации поднялась у меня версия 172 торсерф более старая новая работать не хочет потому что она идентифицирует это как android tv это вот наличие этого маркета android tv понятное дело что играет злую шутку поехали пробовать торренты вот у нас есть 4k hdr торрент давайте пробуем пошел набор пиров достаточно много пиров пошла на пошел набор скорости скорость достаточная для проигрывания это однозначно здесь у нас сейчас будет именно вопрос возможности декодирования используем виму медиаплеер и фильм пошел пусть играет проиграть стартовый буфер и мы будем понимать насколько он тянет торренты 4k при том что смотрите температура 74 75 76 до каких-то критичных высот она до 80 например не поднимается хотя для некоторых приставок и 80 они критично вам что они не троллят но в данном случае есть легкий тротинг до 16 мы с вами это выясняли на фильм идет без тормозов без зависаний температура при проигрывании 4k торрента 76 градусов давайте попробуем перемотать то есть мы просмотрели определенный момент давайте куда-нибудь насть на треть фильма ли на четверть подождем посмотрим как он умотанет перематывает все с торрентами проблем тоже нет то есть у меня как бы небольшой разрыв разрыв шаблонов приставка то вроде неплохая охладить немножко доработать охлад и будет вообще шикарно или темные сцены конечно выходит в принципе мультимедийка меня вполне устраивает и торренты играет и 4k youtube но меня не простят мои подписчики если не проверю игровые возможности в частности давайте погоняем д дефект 2 подключим мой любимый game sir g4 он найден и самое интересное еще и завибрировал подключился о да вообще это работает вы знаете и работает достаточно сносно несмотря на то что 77 градусов давайте пробуем с вами какую-нибудь штуку сделать хотя он скажу 78 градусов хотя им скажу ну а тв игры какие-то поиграть можно охлаждать нужно охлаждать достаточно неплохая приставка но охлаждение подводим что мне еще встречалось из минусов данной приставки это коде выбрасывал очень часто и в коде я не мог нормально воспроизводить файлы то есть были моменты выброса из коде мой любимый момент тут собачка сейчас такая кровавая прыганет ну собачка не собачка конечно такая кибер собака как они назвали людям можно пойти конечно меня сейчас тут под разорвут очень быстро я давайте побегу куда-нибудь но это работает это работает ну я же я имею ввиду что это должны быть android tv игры не более не менее что-то я нам удлил с управлением и не выставил выстрелы настройки карта контроллера огонь все вроде бы есть поехали постреляем немножечко я думаю что при охлаждении мы получим неплохой тв бокс не плохой в плане того что он действительно выполняет свои функции что я сделал выстрел он действительно выполняет свои функции блюрей диски со конечно это большая фикция что-то я не то дело короче выходим резюмируем в принципе есть что сказать ну а дальше уже думать вам выводы и выводы и выводы и ребята выводы таковы что мы можем рекомендовать данную приставку с заделом на будущее на текущий момент мы не отрицаем наличие проблем в данной приставке в виде температуры и в виде скажем так некоторых выбросов некоторых приложений скорее всего связано с оптимизацией своих приложений плюс есть некоторые проблемы торс сервас который идентифицируют android tv приставку но можно это все решается понижением версии самого по себе торс серва в целом приставочка не скажу что она мне сильно понравилось но то что она имеет право быть это факт это факт учитывая ее стоимость ниже 50 баксов блюрей диск не знаю и плюс и минус можно дорожки выбирать но это такой лайтовый вариант лучше для блюрей диск брать конечно же зиду и обзоры у нас есть на канале если вы кстати ищите обзоры на приставки которые которые на которых можно смотреть гурой диск меню то пожалуйста в описании под видео есть ссылки на зиду наше мнение мы вам сказали если нравится то что мы делаем ставим пальцы вверх если нет пальца вниз обязательно подписываемся с вами был бабл и а x95 на канале технозон пока ребята